В седьмых международных спортивных играх «Дети Азии», которые проходят во Владивостоке, победителем по греко-римской борьбе стал спортсмен из Карачао-Черкесии Ислам Шанов. Воспитанник Тимураза Бабухадия провел пять схваток и во всех одержал победы, не уступив ни одного балла. И еще около 600 медалей различного достоинства завоевали в течение последних лет представители Карачао-Черкесии на соревнованиях окружного, федерального и международного уровней. С одной стороны, в республике продолжается запуск объектов спортивной инфраструктуры, с другой, в свете санкций в отношении России, пришлось внести некоторые коррективы, в том числе в подготовку задействованных в этой сфере людей. О достижениях и преодолениях в сюжете корреспондента Артур Амхце. Успех в развитии спорта в Карачао-Черкесии – это не только медальные достижения на состязаниях различного уровня, но и запуск в эксплуатацию объектов, где могли бы заниматься все желающие. Это и поддержка детей и молодежи, и организация представительных состязаний. В последние несколько лет результаты республики исчисляются примерно шестью сотнями медалей. Однако нынешнее время для страны в целом и нашего региона в частности особенное. Ведь из-за введенных санкций приходится многое менять под новые реалии. Как поддерживать спорт высоких достижений в условиях санкций? Ведь сейчас у спортсменов нет как такового стимула, в международных соревнованиях нет возможности выступать. Действительно, в связи с санкциями в спорте возникло большое количество проблем. Практически отменены все международные соревнования. За небольшим исключением. Но говорить о развитии в данном случае, что от Министерства спорта Российской Федерации разработан ряд мероприятий, которые будут поддерживать тонусы наших спортсменов. Одно из них, скажу, спартакиада сильнейших, так называемого, будет проходить в конце августа, где наш регион будет принимать участие на выезде. И также будет принимающаяся стороной мероприятие, будет проходить в Архызе. Довольно большое количество внутрироссийских спортивных мероприятий призваны на какое-то время заменить нехватку международных соревнований. Тем более, что по ряду дисциплин представители нашей страны считаются конкурентоспособными на любом уровне. Есть чему и у кого учиться. Поэтому важное значение будут иметь организация тренировочного процесса, строительство новых объектов инфраструктуры и, разумеется, правильное ведение юных талантов от начального этапа до взрослой спортивной карьеры. Наверное, больше всего речь сейчас идет за детский спорт, молодежный спорт и взрослый спорт. Все регламенные мероприятия финансово закрыты. У них там нет проблем. Есть такие мероприятия, в которых спортсменам хочется принять участие, но не обязательно. В некоторых случаях таких, да, вот, либо родители, либо спонсоры, как бы, их поддерживают в выездах и так далее. А детский спорт, он, по сути, имеет оздоровительный смысл, но в меньшей степени входит в бюджетный план спортивной подготовки. Для юных жителей региона бесплатно предоставляется существующая инфраструктура. Мальчишки и девчонки могут бесплатно посещать различные секции. Кроме того, часть мероприятий организует Министерство образования. Финансирование принимают участие муниципалитеты, а также спонсоры и родители. Однако постепенная задача детского спорта скорее оздоровительная, считает министр физической культуры и спорта Республики Рашид Узденов. Подготовка тренерских кадров, развитие в регионе ранее непопулярных направлений, открытие в Карачаево-Черкесии новых стадионов, организация массовых состязаний. Всему этому будет уделено максимум сил и внимания. Артур Махцем, Мухаммед Ташибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.